Добрый день! В эфире информационная программа Вести Кабардино-Балкария в студии Беслан Суидимове и в начале коротко о некоторых темах выпуска. Решение острых социальных проблем станет главной задачей Народного фронта. Глава республики встретился с руководителями регионального отделения общественного движения. Начинающих бизнесменов могут освободить от налога. Предложения премьер-министра страны одобряют все профильные ведомства и сами предприниматели. Из 70 мест вакантными остаются еще 20. Как в Лискенском районе решают проблему нехватки медицинских кадров и кто будет работать в новой больнице? Народный фронт в республике возглавили авторитетные и уважаемые люди. Так оценил итоги прошедшей недавно учредительной конференции местного отделения ОНФ Арсен Коноков. Встреча главы КБР с руководством регионального отделения общественного движения прошла в Доме проведерства. Арсен Коноков выразил надежду, что Народный фронт за Россию станет эффективной дискуссионной площадкой, где будут анализироваться наиболее значимые вопросы и предлагаться конструктивные и взвешенные решения. Какой бы партии ни принадлежали сторонники движения и каких бы взглядов ни придерживались, не забывайте, все они являются жителями республики и улучшить жизнь в ней можно только совместными усилиями, подчеркнул глава. Руководитель регионального отделения ОНФ Анатолий Кононников обозначил свое видение целей движения. Это в первую очередь помощь властям в решении задач, поставленных президентом страны и реализации республиканских программ. Прежде всего, по мнению участников встречи, внимание нужно сосредоточить на наиболее чувствительных для населения социальных проблемах, в том числе в сфере ЖКХ. Напомню, общероссийское движение «Народный фронт за Россию» создано на основе общероссийского народного фронта в июне на учредительной конференции в Москве. Его лидером единогласно избрали Владимира Путина. Для завершения регистрации в Минюсте учредительные конференции ОНФ должны пройти не менее чем в 43 регионах страны. На сегодняшний день они состоялись в 30 субъектах, Кабардио-Балкария в их числе. Остальные должны пройти в течение августа. Индивидуальных предпринимателей, впервые зарегистрировавших свой бизнес, возможно, освободят от всех налогов на два года. Такое предложение внес премьер Дмитрий Медведев. Как пишут сегодня ведомости, со ссылкой на замминистра эконом-развития Сергея Белякова, принципиально эту идею уже одобрили все министерства. ИП сейчас платит налоги по разным схемам. Схемам на выбор упрощенная система, единый налог на вмененный доход, НДФЛ и НДС. Патентная система социальной взносы вносится в любом случае. Все эти выплаты будут сохранены, отмечает издание. Правительство России намерено проследить, чтобы старые предприниматели не мошенничали с новой льготой, выдавая свой бизнес за новые. Детали, как это сделать на практике, сейчас обсуждаются в Минфине и налоговой службе. Эксперты считают, что новые предложения Медведева – это попытка остановить массовый уход предпринимателей из бизнеса. Только с начала года из-за двукратного повышения ставки страховых взносов с учета снялись почти полмиллиона человек. Новые кадры для новой больницы в Лискенском районе уже комплектуют штат современного лечебного центра, который в скором времени должен открыться. Сейчас на объекте ведутся отделочные работы до завершения строительства больницы. Здесь намерены набрать всех специалистов. В районе по программе «Земский доктор» уже трудоустроили 20 докторов. Требуется еще столько же. Продолжить тему Нуржан Кубадеева. Патолог Асиат Мукова родом из Лискенского района. По федеральной программе «Земский доктор» Асиат получила миллион и обзавелась жильем в столице Кабардино-Балкарии. Но каждый день исправно приезжает на работу в Анзарей. Для молодого медика работа на селе стала решением жилищной проблемы. Для районной больницы гарантией того, что в течение пяти лет у них будет врач узкой специальности. Алим Жазаев приехал из Нальчика с той же целью. Поэтому коллег сказали, что в Лискенской больнице требуется эндоскопист. И так как программа действует, программа «Миллион», помощь районному доктору дает подъемные деньги. Я согласился, решил приехать сюда здесь работать. Онколог, фтезиатор, врач-профпатолог. Проблема нехватки кадров в Лискенской больнице стоит остро. Из почти 70 врачебных мест пустуют 20. И это несмотря на то, что 22 земских доктора в район уже прибыли. В настоящее время стационар состоит всего лишь из двух отделений, двух профилей. Это терапия и неврология. И всем пациентам хирургического профиля, причем и в том числе и за оказанием первичной травматологической помощи, хирургической помощи, неотложной помощи, им приходится обращаться или в соседние районы, или в городские учреждения. Больница, в которой приходится работать, физически устарела. Изменив ситуацию, должен ввод в эксплуатацию новой. Стройка обойдется в 600 миллионов рублей. Более половины уже освоена. В Анзарее возведены хирургия, терапия, гинекология и административное здание. Если мы нормальных врачей привлечем, естественно, ему необходимость будет где проживать, значит, мы ему вручим ключи. Или пока он будет здесь работать, будет проживать. Или же, если более 10 лет поработает, то можно будет эту квартиру ему отдать бесплатно. 10 двухквартирных коттеджей для врачей должны по плану появиться здесь к 2015 году. Тогда же будет сдана и сама больница. Нуржан Кубадеева, Игорь Мигулин. Вести. Кабардино-Балкария. Сегодня свою 83-ю годовщину отмечают воздушно-десантные войска. Причем не только по всей России, но и во всех странах Содружества независимых государств. ВДВ, или, как их еще называют в шутку, войска дяди Васи, до сих пор считаются элитой вооруженных сил. В Кабардино-Балкарии в этот день по традиции почти лимитой молчания память павших воинов-интернационалистов поддержать ВДВ. К памятнику пришли представители кабинета министров, общественники. Начиная с Великой Отечественной, голубой берет и всегда первыми направляли в самые горячие точки. В послужном списке десантных войск. Конгола, Нагорный Карабах, Чечня, Афганистан. В память о тех, кто отдал свою жизнь, защищая Отечество, на каменные плиты вечного огня легли живые цветы. Сами же участники продолжили митинг у мемориала. К другим темам. В Терском районе аграрный бизнес ставят на инновационные рельсы. Без современных технологий успеха не добиться, уверены местные сельхозпроизводители. Сегодня здесь, как и в соседних муниципалитетах, развивают садоводства при поддержке итальянских специалистов. О том, как получить рекордный урожай яблок в сюжете нашего специального корреспондента Сафара Гириева. Храниться будет долго? Тут на хранении это не отражается. Садоводы Алексей Сахтуев и Мухаммед Карданов деревья осматривают ежедневно. Подмечают, где что упущено и какие меры надо принять. Это сады интенсивного типа. Расположены они близ сельского поселения Арик и принадлежат местной агрофирме. На 25 гектарах выращивают яблоки сортов Голден, Гала. Затраты на закладку обычно немалые. В первый год около полтора миллионов рублей на гектар. Но проект полностью окупается уже через 3-4 года. Земли Арикского хребта считаются не лучшим грунтом для садов. Обследовать почву помогли итальянские специалисты. Рекомендации выполнили. И вот результат. Деревца к деревцу ряд в ряд строго геометрическая разбивка в сочетании с ухоженностью производит впечатление. По всему периметру противоградовая сетка. Этот сад молодой. Заложили в апреле 2011-го. Но уже в этом году планируют собрать богатый урожай. Технология. Зачем ждать урожая 5 лет, если можно получить на второй год уже. Особо опасной химии никакого нет. Чисто вода и химобработка. Развитие интенсивного садоводства – одно из перспективных направлений АПК Террского района, считают специалисты. Здесь есть ощутимое преимущество. Плодовые культуры возрывают на 1-2 недели раньше, чем в других районах республики. Со следующего года в районе заработает специальная программа по развитию этой инновационной технологии. Если раньше на одной садке обычного сада размещали 4-6 плодовых деревьев, то в этих садах, как сами видите, плотность очень большая. Их число доходит до 15-20. Правда, конструкция этого дерева будет совсем другой. Как видите, его высота не должна превышать 3 метров. Зато уход за ним будет облегчен. Да и урожай собирать намного легче. Плотность посадки плюс технология минерального питания через капельное вращение дает возможность с одного гектара интенсивного сада убрать до 60 тонн. А в традиционных садах этот показатель доходит лишь до 15 тонн. Помимо высокой урожайности есть и другие преимущества. Сад по новой технологии не отдыхает, а плодоносит каждый год. И самое главное – это кондиционный товар. Яблоки пригодны для длительного хранения с хорошими вкусовыми и товарными качествами. И сохранить его есть возможность в современном логистическом центре. И второй такой комплекс в республике уже строится. В целом по стране за счет собственного производства обеспечивается лишь 25-30% необходимого количества фруктов. Потому так процветает импорт. Освоение новых европейских технологий поможет заполнить эту нишу, считают аграрией. Сафар Гириев, Игорь Мигулин. Вести, Кабардино-Балкария. И последнее. Более 80 тысяч голосов отделяет Эльбрус от попадания в заключительный тур мультимедийного проекта «Россия-10». Кара счастье уже неделю держится на 39-й строчке рейсинга. Напомню, по итогам мультимедийного конкурса копии 10 главных визуальных символов страны будут воссозданы в ландшафтном парке «Россия». Окажется ли тысячелетняя гора на этой площадке, зависит от активности жителей республики. Пока же в копилке Эльбруса чуть более 55 тысяч очков отдать свой голос главной достопримечательности Кабардино-Балкарии может каждый, зайдя на сайт 10russia.ru. Или отправить смс на номер 1880, трижды набрав через пробел цифру 34. Времени сократить отставание все меньше. Второй этап мультимедийного проекта, по итогам которого выберут тридцатку финалистов, завершается 1 сентября. И к этому часу вся информация в 17.10 в эфир выйдет тележурнал «Вести Северный Кавказ», а в 19.40 смотрите наш следующий выпуск. До встречи на телеканале «Россия». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова